Разгрузка основных магистралей Чебоксар, снижение заторов на дорогах и главное обеспечение безопасности пассажиров и водителей. Такие задачи должна решить транспортная реформа. Уже пять дней столица живет по новому расписанию движения. Для того, чтобы сориентировать пассажиров, открыта горячая линия. А еще время прибытия и маршрут нужного автобуса можно узнать с помощью мобильного приложения «Умный транспорт». Все новое, конечно, поначалу настораживает, но реформа транспортной системы Чебоксар была необходима. Изменения вполне логичные. Во-первых, на улицах города наравне с привычными маршрутами уже начали курсировать новые автобусы большой и средней вместимости с марками «ЛиАЗ», «МАЗ», «ПАЗ». Во-вторых, увеличилось количество транспортных единиц на востребованных маршрутах. На чем собираетесь ехать? На тройке, на автобусе. Часто ходят? Ну, они ходят. Тройке-то бегают, вон, друг за дружкой вроде бы. Но в основном мы на тридцатке ездим. Вот. Удобно? Знаете, куда на чем поехать? Я-то знаю. А тем, кто еще не сориентировался в новой схеме маршрутов, поможет мобильное приложение «Умный транспорт». Правда, не все о нем пока знают. Вы слышали что-нибудь про приложение «Умный транспорт»? Я не знаю, но так по-дурацки сделали маршрут 30-й через Энгельс. Там никто туда не ездит. Ездили по Ленина очень хорошо и в больницу. Особенно старикам. В больницу идти невозможно стало. Вот и все. А остальное вроде пока ничего. Ну, то, что пустили автобусы, я за. Движение не только автобусов, но и троллейбусов, а также маршрутных такси легко отследить в режиме онлайн по карте «Умного приложения». Карманный друг легко и просто объяснит, как добраться до пункта назначения. Мы сейчас едем на автобусе номер 3. Здесь указан радиус, где мы находимся, да? И показывается вот маршрут номер 3, куда он следует. Вот фиолетовым обозначена дорога, куда он следует. Вот глаза разбегаются просто, если честно, когда ты смотришь на все эти цифры. И когда вот ты видишь тройку, потом фиолетовый, оно очень достаточно много времени занимает разобраться, если честно. Но особенно если человек пожилой, например. А у нас большинство людей пожилые общественным транспортом пользуются. Впрочем, специально для таких случаев есть замечательная удобная вещь – фильтр. Если выбрать постоянно используемый маршрут, цифр на дисплее и потаницы станет намного меньше. Мы попробовали. Реально удобно. Из точки А в точку Б доехать без лишних раздумий. Возможно. И лучший помощник в этом – скачанное приложение «Умный транспорт». Например, мне нужно с остановки Мичмана Павлова доехать до центра. Например, на троллейбусе номер 4. Сориентировались, где мы находимся. Кстати, он за моей спиной. По такому принципу можно узнать о движении любого транспортного средства. При этом сэкономить не только время, но и нервы. Мальвина Петрова, Андрей Шоклев, Республика.